Краб из приморских вод считается одним из самых ценных деликатесов. И, возможно, скоро на прилавках его станет больше. Рыболовецкая флотилия пополнилась новым специальным судном. Крещение судна – старая морская традиция. Правда, этот пароход не сошел со стапелей только что. Он переживает свое второе рождение. Приморская рыбодобывающая компания купила шхуну в Японии, переоборудовала, собрала экипаж. И теперь «Шан-106» готов отправиться на промысел краба. У штурвала Владимир Желдак. Моряк опытный. Я начинал работу в «Востоке-1» с тропомом на аналогичном судне «Шан-105». Руководство заметило и решили доверить, оказать высокое доверие, отправить, переоборудовать новый пароход. Вот он, переоборудован. «Шан-106» – краболов нового поколения. Бывшего японского Тунцелова не узнать. Руководство компании оснастило судно по самым передовым технологиям отрасли. Оно может спокойно полгода работать в удалении от берега, может ловить краба в штормах и при сильном обледенении. Палубу покрыли специальной крошкой. Одно из новшеств на судне – это производственные цеха. Промысел краба предполагает его переработку прямо в море. Поэтому здесь его будут разделывать, варить, охлаждать. Это в том цеху. Ну а в этом взвешивать и упаковывать, чтобы сразу после отправить на продажу. Основное преимущество нового краболова – возможность ловить членистоногих на большой глубине. Причем быстро. «Шан-106» способен доставать стрягуна с 2500 метров за 2 часа 30 минут, когда аналогичные краболовы делают это на час дольше. Но мощный экран и выборочный блок – это еще не все. Испанские радиобуи, и навигационное японское оборудование, и технологическое оборудование производства Кореи, норвежские есть у нас оборудование, российское тоже имеется, но, конечно, не в таком количестве, как хотелось бы. И вот именно комбинация этого всего оборудования и дает уникальные возможности. Руководство компании планирует получать с одного порядка – это 200 крабовых ловушек, по 4000 килограммов готового краба. При заявленных мощностях в компании увеличат вылов почти на 30%. Отправлять товар будут в Японию. Азиаты – основные потребители глубоководного краба. Для российского же берега это полезно налогами. Мы думаем, что когда они переоборудуют все свои суда, а у них такая задача стоит, это будет очень серьезно к тем миллиардам, которые они платят. Консолидированный бюджет, в том числе и для Приморья будет. А еще это 70 новых рабочих мест. Две смены. И одна из них в свой первый крабовый рейс отправляется сегодня. Будет добывать стрягуна вблизи Приморья, в районе поселка Преображение. На берег экипаж сойдет через 4 месяца. Но это не беда. Судно оснастили также спутниковой антенной. И моряки будут всегда на связи. Смогут даже выкладывать снимки с богатым уловом в соцсети. Дарья Орлова, Олег Бумиструк, Панорама.